Приветствую! В Верховную Раду Украины внесен законопроект с красивым номером 10000, которым предлагается утвердить закон Украины о государственном бюджете Украины на 2024 год. И вот здесь я хочу ознакомить вас с основными показателями данного закона, да, какие основные показатели бюджета будут и зачем это? Ну, чтобы вы примерно хотя бы представляли, что нас ждет, да, потому что там мы видим основные экономические показатели, мы увидим доходы бюджета, расходы бюджета и, конечно же, увидим, какой будет прожиточный минимум, какая минимальная зарплата и, соответственно, уже можем представлять, а какие же зарплаты будут у нас. Итак, смотрим этот законопроект. Вот этот законопроект внесен он Кабинетом Министров Украины 3 дня назад. И начнем мы с самого главного, по сути, что здесь есть, да, доходы. Вот первое, что идет, доходы 1,7 триллиона гривен. И сразу же смотрим расходы. Вот второй абзац идут расходы. 3,3 триллиона гривен. И что это значит? Это значит, что у нас расходов предполагается, по сути, в два раза больше, чем доходов. А как возможно потратить денег больше, чем ты зарабатываешь? Кредиты и поддержка, соответственно, да. Ну и когда я говорю поддержка, я надеюсь, что наши западные партнеры будут давать деньги не в долг, да, не в кредит, а просто поддерживать, просто дарить. Потому что это, к сожалению, мы дошли до того, что это единственное хорошее, на что мы можем рассчитывать, да. Потому что если мы в таких количествах будем брать кредиты, то, конечно же, возникает резонный вопрос, как это все будет отдаваться и кто это все будет отдавать, да. Когда мы, по сути, вот вынуждены за год взять кредит именно столько, сколько у нас доходов в год. Ну это жесть, это никакая экономика такого выдержать не может и отдать таких кредитов просто невозможно, по сути, да. Поскольку мы же и в прошлом году имели такую же ситуацию, да, у нас в прошлом году тоже расходная часть бюджета составляла в два раза больше, чем доходная часть. Ну, идем дальше. Да, здесь ничего, к сожалению, хорошего, веселого, позитивного у нас нет. Маймо тащка маймо. Посмотрим, что нам предлагают по зарплате и по, соответственно, прожиточному минимуму. Вот здесь чуть дальше листаем, да, четвертая страница. Статья с тем, где установлен размер прожиточного минимума. И вот посмотрим сюда, да, вот тот максимальный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц это 3028 гривен. То есть он поднимается у нас, поднимается, по сути, на 20%, да, примерно, и будет составлять 3028 гривен. Насколько этот прожиточный минимум соответствует реальному прожиточному минимуму? Ну, не нужно быть экономистом, да, достаточно жить в Украине, чтобы понимать, что он не соответствует. Более того, само государство нам говорит, что прожиточный минимум не соответствует реальному, фактическому прожиточному минимуму. Но, тем не менее, мы продолжаем в законе у госбюджета с года в год устанавливать тот прожиточный минимум, который сами не считаем прожиточным минимумом. И это плохо, почему? Потому что от этого прожиточного минимума зависит, что в первую очередь пенсии, социальные выплаты все, а также и зарплата у нас рассчитывается, да, для тех, кто работает в госсекторе от прожиточного минимума. И получается, что когда мы в основу всего закладываем ту сумму, которая не является реальным прожиточным минимумом, мы получаем нереальное все. Мы получаем невозможность прожить на этот прожиточный минимум. И вопрос, а зачем мы тогда используем вообще такую категорию, если само государство не признает прожиточный минимум таковым? И вот в подтверждении своих слов я, наверное, сегодня в телеграм-канале, вот сразу после этого видео, выложу статью свою. Она старая, она еще, на мой взгляд, там 20-го года, где я расписывал, насколько симуляционный характер носит вот эта конструкция прожиточный минимум. И несмотря на то, что статье там уже 3 года, она не утратила своей актуальности, с тех пор у нас поменялись только цифры, но суть абсолютно не изменилась. Поэтому, кому это будет интересно, там большая статья, это научная статья, там страниц 12, лонгрид такой. Ну, кому интересно, приглашаю в свой телеграм-канал, сможете ее почитать. Ну, и заодно такая реклама телеграм-канала получилась. Но идем дальше. Минимальная зарплата. А, да, прожиточный минимум. Что значит прожиточный минимум? Это значит, что алименты увеличатся. Вот вы можете посмотреть, что увеличивается прожиточный минимум же и на детей в возрасте до 6 лет и от 6 до 18 лет. А это значит, что увеличится размер алиментов, ну, минимальный размер алиментов, да. Соответственно, он вырастет. Дальше идем. Минимальная зарплата. Вот давайте посмотрим. Статья 8. И мы видим здесь, что 1 января будет 7100 минималка, а с 1 апреля будет 8000 гривен. И, казалось бы, ну, хорошо, зарплата вырастет и вроде бы неплохо, вроде бы растет зарплата. Но дело в том, что этот бюджет рассчитан, исходя из инфляции, в 10,8%. А если мы посчитаем от 8000 гривен, от максимального размера минимальной зарплаты, да, вычтем оттуда 10%, то мы увидим, что по своей сути покупательная способность этой зарплаты за год никак не изменится, да. Она выйдет в ноль. И вот это повышение, оно никоим образом не приведет к повышению уровня жизни того человека, который получает эту минимальную зарплату. И это тоже плохо, да, вроде бы мы увеличиваем в таком математическом измерении, да, гривен становится больше, но купить ты можешь на них ту же самую сумму товаров и услуг. И, соответственно, и что? А уровень жизни не увеличился. Итак, какой вывод из всего этого мы можем сделать? А вывод простой. С учетом того, что в стране идет война, экономическая ситуация, по сути она только ухудшается, никоим образом она не улучшается, да и улучшаться не может в таких условиях. А это значит, что нам, каждому из нас, придется рассчитывать только на себя. Рассчитывать на то, что нам государство увеличит зарплату так, что мы станем там принципиально лучше жить или хотя бы чуть-чуть лучше жить, не получится, да. Мы видим, ну нет предпосылок для этого на сегодняшний день. Это значит, что нам нужно рассчитывать исключительно на свои силы. К сожалению, наша страна переживает сейчас не самые лучшие времена, не наша в том вина и, к сожалению, мы можем рассчитывать только на себя. Именно поэтому я хочу вам пожелать удачи, удачи в ваших делах, чтобы вас преследовала удача, которая приведет к тому, что вы будете жить благополучно, ваша семья будет жить в достатке. И, конечно же, пожелать вам всем скорейшего прихода мира в ваши дома. Пока-пока.